ВИНИЛ ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВИНИЛ ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ С БЕГНИКОМ Сегодня мы с вами говорим о дискографии легендарного ансамбля Arsenal. В период конца 70-х, начало 80-х годов ансамбль Arsenal очень много гастролирует. Их живые записи, о которых я уже говорил, вышедшие с московского джазового фестиваля в 78-м году, не единственные. Дело в том, что ансамбль Arsenal в этот момент, в 79-м году, уже появился в Киеве. И в Киеве состоялась запись ансамбля Arsenal в местном радиокомитете. Эти записи сохранились в Киеве, я это знаю точно, но, к сожалению, так до сих пор и не были изданы. Мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы эти записи были обнародованы, и все желающие могли их получить либо в цифровом виде, либо, если даст Бог, конечно, в виде виниловой пластинки, чего мы все с вами очень и очень хотим. В начале 80-х ансамбль Arsenal несколько раз выезжал за границу и участвовал во всевозможных джазовых фестивалях международных, и в Восточном Берлине, в ГДР, и в Варшаве, в Польше, и даже в Чехословакии они тоже выступали. И там тоже в радиокомитете, на радио они оставили свои записи. Но у нас здесь, в Советском Союзе, в течение 1982 года ансамбль Arsenal стал в ту великую громадную очередь желающих музыкантов и музыкальных коллективов, и исполнителей, которые хотели записаться и выпуститься на всесоюзной фирме громзаписи «Мелодия». Чудо, произошедшее с первым альбомом ансамбля Arsenal, о котором мы с вами уже говорили, это действительно было чудо, так как эти записи, сохранившиеся в Риге, были выпущены, решено было выпустить на виниловой пластинке, до сих пор для всех загадка, никто не знает истины настоящей, как это все вышло. А вот с этим альбомом, который считается вторым в дискографии ансамбля Arsenal и не менее популярным и не менее любимым, называется он «Своими руками». Единственное, вот когда переводчик переводил, видите, здесь написано «Created with their own hands», то есть это как бы не совсем правда, правильно перевести «Created with our own hands», что впоследствии сделали американцы, переиздав этот альбом на американском лейбре East Wind. Вот этот легендарный альбом ансамбля Arsenal, который называется «Своими руками», содержит четыре композиции, все авторские композиции Алексея Козлова, «Тайна посвящения Маховишну», о котором мы с вами уже говорили, «Свет на пути» и «Сюита в фа миноре». Альбом тоже выдержал несколько переизданий, вот это вы, например, видите апрелевского завода грамзаписи, вот такое издание. Вот это уже издание с немножко измененным конвертом, видите, здесь и цвет уже другой, это автограф Алексея Семеновича, своими руками здесь написано зеленым, выдавленные буквы, то есть некий конгреф такой. И это уже опытный, московский опытный завод грамзаписи. Опять-таки, вот этот тираж в 15 тысяч экземпляров, это громадная редкость. Я вот обожаю вот это издание, вот «Ташкентский завод грамзаписи», ну вот, ну какая прелесть. Ну вот посмотрите на этот конверт, особенно, смотрите, ну красота, клавишки с таким красным. То есть я вообще обожаю пластинки ташкентского завода грамзаписи, потому что мне кажется, что они в себя вобрали весь песок пустыни Каракум. И последнее издание, которое я вам хочу показать этого альбома, это вот он, альбом, изданный в Америке в 80, если я не ошибаюсь, в пятом году. Да, вот копирайт стоит в 85-й год, то есть это еще до перестройки. То есть это просто, ну по тем временам, это нереально. Соответственно, у нас об этом мало кто знал. Фирма Eastwind на тот момент заявила очень большое, в этой пластинке нет этого буклета, а вот в другой пластинке этой же компании с советским джазом, по-моему, Игоря Бриль, перед заходом солнца была выпущена пластинка, там лежал буклет, в котором, такой маленький, в котором было написано о том, что эта компания собирается переиздавать сливки советского джаза. Вот, ну, насколько я знаю, было издано всего пять альбомов полноценных и два сборника. Один одиночный, другой двойной. Вот для особо, как говорится, интересующихся коллекционеров, скажу, что помимо Арсенала, был издан «Голубой коралл» Алексея Кузнецова, была издана пластинка по СССР, Ганелин Чекасин Тарасов, был издан альбом Игоря Бриля «Перед заходом солнца» и джазовые композиции Вагифа Мустафы Заде. И плюс два сборника, одинарный и двойной. В свое время мне Герман Константинович Лукьянов говорил, что уже были сформированы этой компанией к изданию альбомы и ансамбля «Каданс», и ансамбля «Аллегра» Николая Левиновского, и «Бумеранг» братьев Ибрагимбековых. Но, к сожалению, это все так и осталось где-то в планах. Хотя, вот как мне опять-таки говорил Лукьянов в личной беседе, ему в РАУ даже выплатили авторский гонорар за неизданный альбом. Третьим официальным альбомом, полноценным, полнометражным, если хотите, альбомом ансамбля «Арсенал», выпущенным фирмой «Мелодия», был альбом «Второе дыхание». К моему величайшему сожалению, конверты этой пластинки не были ламинированы. И вот я не знаю, почему такое не очень хорошее качество печати, это практически повсеместно. На всем, у меня несколько изданий этого альбома есть, и, по-моему, только московский опытный завод, когда издавал этот альбом, он додумался выпустить его в ламинированном издании этот альбом, и, во всяком случае, хотя бы конверт не затирается, и более краски немножко вышли. Вот это мы видим первое издание на апрелевском заводе «Ордена Ленина». Вот он с белым пятаком, запись 1985 года. В этом же году этот альбом и был издан, в 1985 году. Что можно сказать об этом альбоме? Здесь семь произведений. «Второе дыхание», «Созвездие Льва», «Прощение», «Фанки», «Чарльстон», «Провинциальная танго», «Манекен» и, конечно же, легендарная «Ностальгия», которая к выходу альбома уже, вот этого альбома в свет, она уже успела побывать на как минимум двух сборниках. Один из которых назывался «Для вас женщины», второй, если я не ошибаюсь, назывался «Новогодний серпантин» или «С Новым годом», что-то вот такое, в новогодний сборник, и вот туда попала «Ностальгия». И Ташкентский завод его выпускал, и Рижский завод его выпускал, то есть, ну, в сущности, вот на сегодняшний момент, скажу честно, найти в идеальном состоянии пластинку любого пресса вот этого альбома, это уже большое значение, уже большая радость, и дай бог, чтобы у каждого из вас такая пластиночка была в коллекции. Кстати, уже на записи альбома «Второе дыхание» ансамбль «Арсенал» представил две композиции, записанные по стилистике в так называемой брейк-дансовой форме, то есть, это музыка, на тот момент очень популярная была музыка, середина 80-х, эпоха видео, появились видеомагнитофоны, появился фильм, как сейчас помню о брейк-дансе, И в ансамбле «Арсенал» на тот момент пришли молодые музыканты, влились в состав «Арсенала» такие два потрясающих музыканта, как Михаил Арперин, клавишник, и Симон Ширман, скрипач, это два участника легендарной молдавской кварты. И вот в этом составе ансамбль «Арсенал» начинает сотрудничество с Павлом Брюном, музыкантом, мимом, который начинает обучать ансамбль «Арсенал» основам брейк-данса. И в 1985 году «Арсенал» представляет брейк-дансовое целое отделение, то есть в гастроли концертный сет ансамбля «Арсенал» на тот момент выглядел так. В первое отделение ансамбль «Арсенал» играл музыку, ну ту, к которой привыкли, скажем так, некий фьюжн такой, может даже где-то близкая музыка, если вот посмотреть по тому же своими руками и части произведений «Второго дыхания», есть что-то близкое к музыке и Сим даже вот по звучанию, по состоянию. А вот уже новая музыка, которую начали записывать, это такой синтепоп, электропоп, это вот то, что сопровождало брейк-дансеров. И вот ансамбль «Арсенал» тогда тоже откликается на, видите, вот такая серия «Пульс, спорт и музыка», это уже третье издание. Третий, первых два было, по-моему, если я не ошибаюсь, на первом эта музыка была Зигмара Лея Пинша, рижского такого модного автора. А второй, по-моему, Владимир Осинский написал музыку к второму «Пульсу-2». А вот третий «Пульс» это ансамбль «Арсенал» с Козловым, здесь четыре произведения на первой стороне, четыре на второй, эстафета, ронда, праздник, пульс улицы, фоторобот, былина, манипулятор и электронная шарбанка. Удивительно то, что этот альбом был записан на 45 оборотов в минуту, то есть это уже такой, можно его назвать как мини-альбом, эпэ, есть такое выражение, да, или макси-сингл, если хотите, то есть на 45 оборотов. Ну вот такая вот очень хорошее издание с ламинированным конвертом, то же самое, очень большие проблемы были в том, что большая часть конверта была не ламинирована, сразу превращалась в труху, два-три раза использовала и все. Итак, это в 85-го года запись, а пластинка вышла в 86-м году, опять-таки это апрелевский орден Оленина завод грамзаписи и судя по номинованию, 33 с половиной тысячи экземпляров был тираж вот этой пластинки. Но я говорю, что это только один, их было масса этих тиражей, и кстати, что самое интересное, вот я могу сказать со стопроцентной уверенностью, то, что эта музыка действительно игралась на дискотеках. А также в советское время тогда существовала практически одна программа телепередач, и в ней был перерыв между вещаниями. И я сам неоднократно слышал, вот благодаря, видимо, музыкальным редакторам телевидения, что в перерыве, когда стояла телевизионная сетка, очень часто крутили вот эту пластинку пульс-трит. На сегодня у нас все. Это был Бигник, Винил, частная коллекция. До новых встреч!